всем привет и добро пожаловать на мой канал как вы видите я вернулась санкт-петербург но по крайней мере те кто смотрит мой канал уже какое-то время по окружению моему знают что если есть серая стенка если есть черный шкаф и зеленая стенка то значит я в санкт-петербурге значит я на своей кухне наконец-то мы добрались плюсов дофига мы воссоединились с арсом малыш сейчас спокойненько в своей комнате спит ну а я спешки пытаюсь сейчас записать этот видеоролик для того чтобы хоть что-то для вас опубликовать чтобы вы знали что мы живы-здоровы все хорошо семья воссоединилась и мы вернулись в санкт-петербург и можно было бы думать что стало мамашки легче но не тут то было здесь меня посетил какой-то полный коллапс папа у нас конечно же присутствует и можно было бы думать что еще две руки они большая помощь и вот сейчас будет счастье но нет сейчас расскажу почему явно пакеты из аптеки почему потому что папа у нас заболел короче приехали мы в санкт-петербург мало того что а первая прогулка с рэмом это оказался полный фейл здесь где-нибудь на экране покажу видеоролик со своего stories инстаграма о том как мы с рэмом впервые погуляли короче лето здесь закончилось с одной стороны это хорошо потому что я уже не волнуюсь за то что малыш в жаре преет мучиться и папа у него как в теплице с другой стороны прохла прохладная погода здесь не то что прям кайф а здесь дождь и град ливень и вообще непонятно что короче за целую неделю которую мы сейчас находимся уже санкт-петербурге вышли мы с малышом погулять ровно два раза первый раз это мой уже упомянутый фэйл второй раз нормальная прогулка на протяжении двух часов вот мы погуляли на территории нашего комплекса жилых домов и собственно вроде бы как бы ничего малыш за не знаю последнее время впервые наверное поспал часа два в коляске я была нереально рада а что же у нас пошло не так и почему у нас тут полный коллапс короче думаю что все бактерии вирусы санкт-петербурга они вот гуляют по улицам и шаманают и ищут чуваков у которых маленькие дети так вот таким чуваком оказался мой муж и тут же они к нему прилипли и он пришел домой то ли с каким-то ротовирусом то ли с каким-то еще непонятным непонятным заболеванием в общем никто ничего не понял но папа нас же болел животом все дни какой-то который в принципе мы находимся в санкт-петербурге тряслась и боялась я что мы тоже с малышом заболеем ну или как минимум заболею я а если заболеваю я то это все жизни моей конец потому что болевать и извините бегать в туалет каждые три минуты и пытаться в этом во всем процессе ухаживать за малышом но как-то совсем не айс вот но нам повезло с малышом мы не заболели значит делаю вывод может быть это не ротовирус может быть какая-то другая дрянь не знаю где он там питался на общем что-то он там съел и поэтому болел он тут у нас один а мы в общем с малышом ходили и не измывались над ним ну или или я измывалась шуточками и серии ну как не закончился ли поток короче это так минутка юмора от шикабабы также я задолбалась с вареньем всякой воды и кастрюль для стерилизации всего моего детского барахлишка поэтому я решила хватит мучиться купила себе вот такую вот бандуру не знаю кстати как она будет работать сейчас пока малыш спит у меня есть ровно уже меньше чем полчаса во первых чтобы записать видеоролик а во вторых чтобы простерилизовать его барахлишка поэтому вместе с вами будем пробовать это делать эту нижнюю штуку я налила 100 миллилитров воды два контейнера снимаются в общем можно сюда засовывать в нижний большой контейнер всякое большое бутылочки молока от соса что-то там еще у тебя есть а верхней части вот такая вот она поменьше как я понимаю можно сюда класть сосочки все остальное в общем сейчас протестируем попробуем что эта штука делает ну надеюсь она как бы стерилизует работает потому что извините варить кастрюли воды в нон-стопе это конечно невозможное и разговаривала со своей свекрови она говорит а зачем ты варишь эту воду и паришься каждый божий раз не надо каждый раз стерилизовать посуду малыша то будет он у тебя стерильный болеть и так далее и так далее стерилизую там типа через каждый там разок 2 3 не знаю так ну вроде я наверное включила а как понять что ты ее включил это знаете как с лифтом ты подходишь к лифту и нажимаешь кнопку 300 раз лампочка горит бог с ним пусть стоит думаю через минуту моего с вами была бла-бла-бла тут что-то должно уже происходить так вот она мне говорит зачем ты стерилизуешь малыш будет стерильный будет попадать в какую-то не свою среду и сразу будет у тебя болеть в общем я но я сказала как доктор мне сказал так я и делаю так как я мамашка вроде как бы ответственная поэтому я решила что наверное нужно стерилизовать каждый раз так что напишите в комментариях как у вас этим дела обстоят стерилизуйте ли вы банки мелкого каждый каждый божий раз о что-то работает короче должна на минут десять типа того работать и автоматически сама отключиться будем надеяться что отключится и так оно и будет но по сути бандура очень простая одна кнопка и больше ничего ну если я с этим не справлюсь то мой мозг ты только что раз родившие женщины наверное меня уж совсем подвел что еще у нас случилось я наконец добралась до нормальной камеры как вы видите качество видеоролика у нас супер единственный минус того что сразу же видно видно видна вся моя старость и все мои последствия беременности мое лицо роющие женщины траншею лицом причем тем же лицом короче пигментация моя не ушла вроде бы немножечко она вместе с тем что лицо загорело на солнце сравнялась но в принципе выглядит все это настолько же страшно насколько выглядело до этого морщины мои тоже не ушли вот они так что как только закончу с грудным вскармливанием ботокс привет я к тебе вернусь смотрю в бок потому что наконец-то вижу себя в мониторе и теперь уже могу бороться с пересветом и видеть что вообще у меня записывается так что в этом вопросе слава богу мать вернулась к нормальной техники в питер ее не брала ой вернее в ригу ее не брала просто потому что барахла у нас было очень очень много как я уже говорила а может быть не говорила мы из риги с арсом ехали и с малышом ехали на машине изначальный план был что я полечу но по итогу мы решили что нет поедем все вместе по одной простой причине это российская граница на российской границе есть во-первых нормативы того сколько вещей даже личных вещей без упаковок и так далее можешь вести если я правильно помню это 30 или 35 килограмм на человека вот и у нас было намного больше чем 35 килограмм на человека следовательно людей в машине должно было быть больше чем один это первая причина вот и конечно же я не брала с собой ни технику ничего свет который я все-таки взяла с собой в марте я отправила сар сам обратно когда он возвращался в петербург после рождения малыша в общем то мы пытались сократить наличие ценного всякого товара которому таможня могла бы прицепиться и оставили только а детские вещи которых было огромное количество то есть это кровать это две качели а это вся его одежда это коляска это люлька сам ребенок в автокресле до готова там ну короче куча куча вещей о которых вроде бы как казалось было немного но когда тебе нужно это все запихать в одну машину это очень очень много и слава богу что приехали к нам друзья и я смогла петербург чувак с дрелью привет я по тебе скучала и уже отвыкла от этого шума короче слава богу к нам приехали друзья из санкт-петербурга и они часть увезли чему я была несказанно рада но тем не менее все равно машина была перегружена поэтому поехали мы с арсом вместе 12 часов мы провели в дороге приходилось нам останавливается на кормление малыша а сниму отдельный видеоролик по поводу того как же мы пережили эту дорогу и как двухмесячный младенец пережил дорогу 12 часов это отдельная история 12 часов мы ехали приехали потеряла мысль вот настолько я устала вот настолько я просто в каком-то просто не знаю в сумбуре что я не могу вообще удержать ни одну никакую мысль ну да ладно в общем мы доехали это хорошо что еще как вы видите мать влезла в свою кофточку также мать и немножечко влезла в джинсы главное не упасть что означает что матери осталось всего 8 килограмм лишнего веса не знаю что я буду для вас снимать в типа рубрики своей восстановление моего тельца после родов хотя это не самая худшая проблема с которой я могла бы столкнуться и я поймала себя на днях на мысли думаю блин надо пожрать какого-то пирога или мороженого потому что вешу я уже 64 килограмма осталось мне до 56 своих 8 килограмм а если все дело будет так и стремительно развиваться и буду я терять свой вес ровно так же как теряла его до этого это в принципе походы мои в спортзал они потеряют для меня смысл и заставить меня туда отправиться но это будет как-то наверное сильно сложновато и вот я поймала себя на мысли о том что надеюсь что у меня хоть какая-то дряблость там останется для того чтобы я пошла в спортзал и вот я вам покажу как я с дряблостью в общем-то борюсь но проблема у меня другая после беременности хоть кто бы мне что не говорил что это самое прекрасное что женщиной может произойти да нифига потому что разваливаю себя как старый забор с надписью из трех букв и тело мое полетело а в частности мои ноги у меня отказала одна стопа стопа левой ноги вдруг почему-то по каким-то странным причинам у меня вспухла то есть она у меня реально опухла так будто у меня лимфостаз жутко она болит я прихрамываю как сутулая собака и отправилась я к врачу и это кстати был первый раз когда арс остался с малышом вдвоем один на вручила ему бутылку и вот они провели первые свои два часа пока мамашка поехала не на маникюр а поехала к врачу лечить свою старую бедную ногу сказали мне что вроде бы какой-то развивающиеся там плоскостопия так вот из-за того что набрала я весе 30 килограмм за беременность а потом эти 30 килограмм почти 30 килограмм куда-то поддевались в общем нога моя не выдержала и теперь мне нужно ортопедические стельки нужно старческие сандали носить стельки я себе не купила старческие сандали тоже не купила просто потому что противится мой мозг и не считаю нужным в общем не буду покупать эти сандали буду хромать бинтом повязала ногу и буду его там держать до тех времен пока нога сама не пройдет потому что нет я отказываюсь верить в то что у меня развивающийся какой-то там плоскостопие и и надеюсь что тело моего становится сам он лампочка выключилась стерилизация его барахлишка закончил слушайте ну смотрится все вроде очень хорошо не хуже чем в кастрюле с водой по нашим этим советским при привычкам поэтому спасибо тебе филипп самант или авент как тебя зовут и не знаю спасибо тебе большое за то что ты мне в помощь беременные пожалуйста не жрите в беременность последствия могут быть очень неприятными помимо того что с малышом может быть всяко разно так еще оказывается чего мне никто не говорил и доктора мне не говорили что восстановление после родов и вот такого набора веса это будет полный полный трэш вот для меня оно именно так а ну конечно самое важное малыш оккупировал всю нашу квартиру сразу расскажу в общем квартиру эту мы купили в приморском районе живем мы в новом комплексе лср так вот квартиру эту мы приобрели на первые пару лет своей жизни пока родим двоих как минимум малышей и именно по этой причине мы не планировали делать никакой там супер пупер ремонт единственное что я сделала я перекрасила стены повесили какой никакой декор лампочки купили какую-то мебель ну и в общем тут сарсом так и жили без кухни без без ничего на кровать мы себе большой приобрели классный матрас и вот мы так вот сарсом жили сейчас когда появился в нашей квартире еще малыш я понимаю что он взял на себя роль и нашего декоратора и специалиста по интерьеру и наполнил нашу квартиру мебелью одической из икеи посчитала вчера сидела пока его кормила в моем доме 5 тумбочек языке или или как это называется 5 вот этих с ящиками 5 таких штук насчитывается в моей квартиры на кой меня их пять штук я сама не понимаю но все эти пять тумбочек они полные всякой всячины и наполняются с каждым ним все больше детскими вещами потому что разложить их до сих пор у меня еще не удалось и каждый день пока малыш мой спит занимаюсь я вот раскладыванием всех его вещей занял он нашу спальню а потому что представили его кроватку к нашей большой кровати и каждый каждый раз когда он отправляется на свой дневной или ночной сон а то мы с арсом вынуждены в имитации своей собственной спальне ютиться либо типа в гостиной которая на самом деле не гостиная а это его комната вернее малыша комната и там стоит старый наш диван который мы притаранили а просто потому что не считали нужно купить новый собственно вот там ютимся мы или ютимся здесь вот на кухне где собственно снимаю я сейчас этот видеоролик и я поняла что в ближайшее время заниматься интерьером и чего-то там себе покупать я вообще не буду почему потому что привести это все в порядок и причесать когда квартира полная детских вещей вообще нереально и мои иллюзии по поводу того что буду я жить в красивой квартире и будет у меня тут например все вот таких вот интерьерных штучках или вот таких вот птицах и золото это просто моя иллюзия скорее мне придется все это из квартиры куда-то деть потому что со времени малыш начнет ползать и начнет все это хапать грабать и все это может полететь и не дай боже ему в голову поэтому значит об интерьере я уже своем не мечтаю единственное чем я мечтаю это поставить здесь кухню как только ее поставлю сразу вам все покажу на сегодня наверное закончу свою сумбурную болтовню сама не поняла что записала и зачем вообще все записала но наверное и самая главная причина чтобы вы знали что с нами все в порядке мы живы здоровы сейчас пойду уже поднимать малыша с его кроватки потому что он там дрыгается в своем свои пеленки слава богу он у меня терпеливый и не орет поэтому я могу сидеть здесь поглядывать на монитор и наслаждаться своим холодным кофе и рассказывать вам вот все все это бесполезную чушь не кстати о кстати вспомнила в комментариях пожалуйста мне напишите вот что если смотрели она на меня на канале рубрика с психологом с нашей прекрасной еленой владимировна или лена привет планируем также вернуться к нашим выпускам и все того что нас тут уже на канале стало намного больше и вы очень активно участвуйте в разделе комментариев напишите свои вопросы чтобы вы хотели чтобы мы с леной обсудили в первую очередь может быть у вас есть проблемы с мужьями может быть ваши дети сводят вас с ума может быть вы не знаю не спите по ночам упали с кровати и и не знаете что с этим всем делать в общем напишите если у вас какие-то ваши насущные проблемы глобальные вопросы вселенские какие-то не знаю задачи которые вам нужно решить а без психолога нам их не решить и мы и мы мы с леной это все наверняка обсудим просто в общем чтобы вам было интересно пока мы вернулись к своему стандартному графику и пока мы не составили список наших тем которые мы выберем для наших обсуждений напишите мне ваши вопросы и в ближайшее время мы обязательно снимем для вас видеоролик все на этом заканчиваю бегу к малышу пора мне его кормить обо всем остальном расскажу в следующем видеоролике рэм скажи всем привет а я говорю всем пока чао